МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика. В студии Ирина Волкова о главных новостях расскажут мои коллеги. Смотрите сегодня. Вся жизнь служения. Сегодня простились с митрополитом Чебоксарским и Чувашским Варнавой. Жизненно необходимо. С этого года больным сердечно-сосудистыми заболеваниями будут выдавать бесплатные лекарства. Миллион за идею. Учащиеся Чебоксарского кванториума получили грант. В Чебоксарах прошло прощание с митрополитом Чебоксарским и Чувашским Варнавой. Напомним, он скончался 1 июня от двусторонней пневмонии. Владыке было 89 лет. Чин отпевания и погребения старейшего архиерея русской православной церкви возглавил митрополит Ешкаролинский и Марийский Иоанн. Именно он по решению патриарха Кирилла пременно будет управлять Чебоксарской епархией. Смерть для него приобретеннее, потому что соединяет его со Христом. А он с младенческих лет отрасль благочестивых родителей возлюбил Господа и отдал себя всецело на служение. Каждый верующий мог лично попрощаться с митрополитом Чебоксарским и Чувашским в Покровско-Татьянинском соборе. Православные высоко ценят вклад владыки в историю Чувашской епархии. Он всегда стремился к тому, чтобы представители всех религиозных конфессий жили в мире и согласии. От нас, несомненно, ушел человек, который для нас всех является не только духовным наставником, мудрым советчиком, но и активный общественный деятель. Вот я сколько с ним общался, всегда подмечал для себя. Он всегда был юн душой. Он умел подбирать слова для каждого, для того, чтобы сохранить покой в душе и согласие в обществе. Свои соболезнования выразил первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Николай Федоров. Умирают не люди, умирают миры. Так сказано, вроде бы, верно, но очень не хочется соглашаться с этой фразой, дорогой Владыка. И мы попробуем все вместе сохранить твой мир, мир полный его любви к Богу, к людям. Уход из жизни более 40 лет, отдавшего служению Чувашской земле архиерея, глубоко затронул душу каждого верующего. Рифат Фадкулин, Андрей Шоклев, Андрей Спиридонов, Павел Доритков, Республика. Сегодня временно исполняющий обязанности главы Чуваши Олег Николаев встретился с первым заместителем председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Николаем Федоровым. Стороны обсудили дальнейшую совместную работу. Вы достаточно приземный на сегодняшний день российский политик. И тем более мне приятно, что вы еще возглавляете Фонд развития родных языков. Спасибо, Олег Алексеевич, большое. В таких случаях говорят за доверие, за предложение. Сейчас мы обменяем все мнения для того, чтобы усовершенствовать и повысить эффективность и скорость движения республики в преодолении депрессивного состояния. По оценке всех экспертов и ваших, и федеральных. В республике с этого года пациенты, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, могут получать жизненно необходимые препараты бесплатно. Кому положено лекарство и как их получить, расскажет Наталья Мальчикова. Государственная поддержка осуществляется в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». В республике около 4 тысяч пациентов, перенесших инфаркт миокарда. 6 тысяч с инсультом и более 2 тысяч с другими диагнозами. Алгоритм лечения сердечных болезней носит системный характер. Как правило, люди принимают лекарства в течение всей жизни, а стоят они недешево. Для того, чтобы пациент смог воспользоваться этим правом в течение года, опять же в амбулаторных условиях, ему необходимо стоять на диспансерном учете у своего доктора по месту жительства. Доктор включает пациента в регистр, республиканский регистр, который существует у нас в электронном формате, и выписывает рецепты, специальные рецепты на бесплатные препараты. Разумеется, поддержка на муниципальном уровне пациентам оказывалась и ранее, но масштабы были не те. Сейчас те, кому положены выплаты, внесены в региональный регистр пациентов, закупают лекарства за счет субсидий из федерального бюджета. Их перечень, а это 23 препарата, определил Минздрав. Все они, как заверили врачи, в аптеках республики есть. А это значит, перебоев с обеспечением быть не должно. После выписки из кардиодиспансера мы берем их на учет. Они получают у нас бесплатные препараты в течение года. У нас, например, существует регистр. Сейчас в регистре состоит 411 человек. Там находятся больные, которые наблюдаются у нас ежемесячно. Даже минуя поликлинику, мы можем точно знать, что они точно их принимают, чтобы профилактировать последствия и осложнения этих сосудистых катастроф. Врачи подчеркивают, что если не заниматься вторичной профилактикой, то у каждого третьего пациента в течение года может повториться инфаркт или инсульт. Выписывает рецепт лечащий врач по месту регистрации. Сейчас, учитывая эпидобстановку, лекарства медики доставляют прямо на дом. Чебоксар Кафаина Ермолаева уже воспользовалась такой помощью. После больницы врач пришла домой, выписала все лекарства и включила список льготников. Каждый месяц медсестра приносит домой. Сама по аптекам не бегаю. Удобно, никуда не хожу лишний раз. Из-за коронавируса боюсь выходить тоже. Наталья Мальчикова, Николай Скворцов, Республика. 12 мая президент России Владимир Путин объявил о новой мере поддержки семей во время пандемии. На каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет он поручил выплатить по 10 тысяч рублей. С 1 июня выплаты уже стали поступать на счета заявителей, но не все родители, с которыми проживают дети, смогут получить эту поддержку. Почему, расскажем в следующем сюжете. Выплата стала неплохим подспорьем для семей с детьми. В Чувашии уже рассмотрено более 100 тысяч заявлений. По ним с 1 июня этого года выплачено около полутора миллиардов рублей. Подать заявление на выплату можно до 1 октября. Сделать это могут оба родителя. Бывают случаи, когда два заявления поступают и от матери, и от отца. Конечно, преимущество, здесь право отдаем по линии материнства. Заявление в первую очередь рассматриваем, если вот одновременно в один день рассматриваем заявление матери. Поэтому отказ может получить отец. Из-за этого многие разведенные родители оказались в сложной ситуации. Известны случаи, когда выплату получили родители, с которыми дети не проживают. Матерью моего сына мы в разводе 2008 года. С 2010 года мой сын живет со мной. Ходил в детский сад здесь, и по сегодняшний день ходит в школу. На сегодняшний день нам исполнилось 14 лет. Все эти 10 лет расходы на ребенка несу я. Получилось так, что после указа Путина я написал заявление пенсионной на получение субсидий 10 тысяч. Мать опередила меня по этой субсидии. Немножко обидно, что отец несет все расходы, а деньги получает мать. Я думаю, вся эта ситуация не только касается, конечно, и отцов. Таких же ситуаций оказались и матери детей. Что они несут все расходы на содержание своих детей, а дети получают родители, которые не несут воспитания, финансовые нагрузки. Мы умудрились получить, оформить заявление первыми. И таких случаев довольно много. С точки зрения имеющегося законодательства нарушений нет, поскольку ни один из родителей не лишен родительских прав. Не исключено, что получить деньги от второго недобросовестного родителя будет возможно только через суд. Прокуратура уже прорабатывает этот вопрос, но прецедент пока не создан. Богдана Дойникова, Татьяна Трофимова, Николай Скворцов, Республика. Отмена банковского роуминга, изменения в законе о виноградарстве и виноделии, увеличение минимального размера по уходу за детьми. Подробнее в правовых новостях от компании «Гарант». 14 июня в нашей стране отменяется так называемый банковский роуминг. Речь идет о комиссиях за межрегиональные переводы денег между банковскими счетами клиентов внутри одного банка. В середине июня размер такой комиссии не должен зависеть от того, в одном или в разных регионах страны открыты счета от правителей и получателя. Закон был принят еще в конце декабря прошлого года, однако вступает в силу с 14 июня, тем самым дав 6 месяцев кредитным организациям для приведения своих тарифов в соответствии с указанными требованиями на всей территории России. С 26 июня вступает в силу закон о виноградарстве и виноделии. Он закрепит такое понятие, как «Вино России». Такая надпись на бутылке будет означать, что вино на 100% произведено из винограда, выращенного на территории страны. А выкладка такой продукции в торговом зале также будет сопровождаться надписью «Вино России». На этикетке также обязательно должна быть информация о сорте, месте происхождения вина и годе урожая. Если напиток крепостью до 22 градусов получен брожением иного, чем виноград плода, использование слова «Вино» на этикетке не допускается. Продукт получит надпись на этикетке «Не является вином». И для таких напитков должны быть предусмотрены отдельные полки в магазинах с информационной надписью «Продукция не является вином». Еще 11 мая Владимир Путин выступил с предложением увеличить вдвое минимальный размер пособия по уходу. Госдума уже приняла закон с соответствующими изменениями в окончательном третьем чтении, предусмотрев, что поправки вступают в силу с 1 июня 2020 года. Раньше минимальные выплаты на первенца и на остальных детей отличались по сумме. На первого ребенка платили меньше, чем на каждого последующего. В 2020 году с учетом индексации минимальное пособие составляло около 3300 рублей на первого ребенка и 6700 на второго и каждого следующего ребенка. Теперь обе эти суммы в законе заменяются одной – 6752 рубля, независимо от очередности рождения ребенка. Если же семья получала выплаты на ребенка в большей или равной минимальной величине сумме, то выплаты и дальше будут перечисляться в прежнем размере. 72 миллиона рублей в этом году выделено на капитальный ремонт школ и детских садов столицы Чувашии. Обновят более 88 учебных заведений Чебоксара, в их числе и школа номер 2. Что в ней планируют изменить, знает Юлия Важенина. Спортивный зал второй столичной школы не узнать. Исчезли маты, тренажеры, турники. Здесь вовсю идет ремонт. Завершили демонтажные работы и уже приступили к проектным. Уже сложили стены, кирпичные стены, которые возводятся. Их сложили, спланировали по проекту, что заложено. Замеры провели, дверных проемов, электромонтажные работы уже ведутся, отделочные работы ведутся уже. Площадь более 300 квадратных метров совсем скоро превратится в специализированный зал для единоборств. На его оборудование выделили почти 4 миллиона рублей. Во второй школе более 150 учеников профессионально занимаются самбо. Многие из них чемпионы региональных и межрегиональных соревнований. Мы находимся второй год уже в очень перспективном, интересном проекте федерального уровня самбо в школу. Это значит, что наши ребята третьим часом физкультуры будут заниматься этим очень интересным видом спорта. Два года назад мы задумались об этом, набрали класс ребят, которые профессионально этим видом спорта занимаются. И внедрили третий час физкультуры в этом классе. Раньше школьники ходили на занятия самбо в центр маутинбайка. Теперь юные спортсмены будут тренироваться в специализированном школьном зале. Спортивные помещения отремонтируют в пяти чебоксарских школах. У нас основная задача и развитие материально-технической базы школы детских садов. А для того, чтобы можно заниматься уже не выходя из нашего общеобразовательного учреждения, не посещая, скажем так, секции в спортивных школах. И таким образом мы получаем полный день. То есть ребенок, который приходит, скажем, на занятия, а затем занимается уже в внеурочной деятельности спортивными секциями. Ремонт должны закончить к 1 августа. А значит, уже в новом учебном году дети смогут заниматься спортом в современных залах. Юлия Важенина, Юрий Марков, Республика. В эти выходные по православному календарю – Родительская суббота и Троица. Но посещать кладбище не рекомендуют. Ограничительные меры продлены вплоть до особого распоряжения в Рио главы Чувашии. Уже сейчас на кладбищах перекрыты входы, территории обходят мобильные группы. 6 и 7 июня на участках дорог, ведущих к городским кладбищам, ограничат движение. Дороги перекроют на Аллатрском шоссе от пересечения с проспектом Геннадия Айги до улицы Кирова по автомобильной дороге М7 «Волга». Ограничат остановку и стоянку автомобилей, кроме общественного транспорта. По улице Богдана Хмедницкого от пересечения с улицы Ифучика до улицы полководца Суворова в районе кладбища номер 1 и по Вурнарскому шоссе в районе кладбища номер 2. На выездах из города будут работать посты ДПС. Полицейские будут останавливать как автобусы, так и личные автомобили. До особого распоряжения в Чебоксарах введены ограничения на посещение кладбищ. Исключение у нас – это захоронение умерших. Это необходимая мера, связанная с эпидемиологической ситуацией. Мы настоятельно просим граждан воздержаться от посещения кладбищ в избежании распространения коронавирусной инфекции. Нарушителей будут привлекать к ответственности. Такие меры должны помочь избежать многочисленных случаев заражения и выйти на первый этап снятия ограничений. Празднование столетия Чувашии пройдет в два этапа – в июле и в августе. 24 июня массовые мероприятия проводиться не будут. Почти все они перенесены на август. В Министерстве культуры обсудили главные моменты грядущего праздника. 11 онлайн-платформ. Знаменательная для республики дата выходит в интернет-пространство. О юбилее Чувашии знает весь мир. Свои поздравления шлют уроженцы республики, живущие в разных уголках планеты. Яркие видеоматериалы представили участники ежегодного фестиваля «Родники России». И все же, чтобы жители увидели самые лучшие моменты, большую часть мероприятий перенесут на август. При условии снятия ограничений на День города жители и гостей республики ждет увлекательная культурная программа. 13, 14, 15 вот в этих датах состоится международный фестиваль «Берег классики». Приедут известные симфонические оркестры нашей страны. Они покажут свое творчество на берегу, на фоне Волги, большой нашей красивой реки. Там будет построена сцена. Приедут известные исполнители, оперные исполнители и симфонические оркестры нашей страны. И три вечера будет представлена великолепная программа. Традиционный праздничный концерт планируют провести на обновленной Красной площади 16 августа. Для подготовки уже пригласили творческую группу из Москвы. Режиссер Сергей Тылкин и художник Виктория Рахминская вплотную занимаются сценарием и готовят сюрпризы. К репетициям, если позволит эпидемиологическая обстановка, хотят приступить в июле. Всего в программе планируют задействовать около 30 местных творческих коллективов. По традиции, основной площадкой празднования станет Красная площадь, район проспекта Ленина и улицы Карла Маркса. Именно здесь 16 августа расположится ярмарка районов республики. Богдана Дойникова, Андрей Шоклев, Республика. Воспитательники детского технопарка «Кванториум» в Чебоксарах покоряют новые высоты. Победы в международных конкурсах – закономерный итог ежедневной научной работы в разных направлениях. Влад Александров – победитель международного конкурса детских инженерных команд «Кванториада». В центре он занимается почти три года. Вместе со своими друзьями он успешно решил сложнейшую задачу. Мы должны были внедрить водородный генератор, то есть из водорода получать электричество. И вся суть в том, чтобы энергия, которая вырабатывается этими источниками энергии, была стабильной и пригодной для использования в жилых поселках, в различных городах. Награда – миллион рублей, которые единомышленники хотят вложить в дальнейшее развитие идеи стартапа. Ребята намерены создать энергию способами, не причиняющими вред человеку и окружающей среде. Победить в конкурсе было непросто, ведь соперники тоже представили серьезные проекты, в их числе коллеги по «Кванториуму». Мы разобрали устройства, которые способны излечивать человека после заболевания центральной нервной системы. От таких заболеваний могут быть проблемы с распознаванием эмоций, то есть у человека снижается эмоциональный интеллект, и он не может управлять мышцами лица. Возможно может, возможно не может, зависит от ситуации. И наше устройство как раз таки направлено на восстановление человека после таких последствий и после такого заболевания. В дни школьных каникул «Кванториум» работает онлайн. Мы открываем такие направления, как сайтостроение, IT в проектной деятельности, а также будет математика, которая помогает ребятам свои проекты просчитать, сделать их более, с точки зрения потенциального инвестора, более весомыми и научными. Также у нас новое направление – это инженерная графика, компьютерная графика, которая позволит сделать качественный интернет-маркетинг, допустим, создать свой логотип, какие-то другие направления попробовать. Проведенный с пользой для ума время обязательно даст результат, пусть и не быстрый. Технологические прорывы часто совершаются со всеми юными умами. Александр Соловьев, Николай Скворцов, Республика. Телепрограмма национального телевидения «Чуваши» «Агенты 5.5.0» стала победителем международного конкурса фестиваля «Свет миру». Причем сразу дважды, по мнению профессионального жюри и по мнению зрителей. Проект выходил в эфир в прошлом году и был посвящен 550-летию города Чебоксара. Ведущие супергерои старались сделать его лучше. Сажали цветы, укладывали плитку, убирали мусор, проводили праздники во дворах, закрашивали плохие надписи на стенах. В этом году проект расширился, агенты пошли на повышение. Сейчас они с доброй миссией ездят по всей республике и называются «Агенты 1.0.0» в честь столетия образования чувашской автономии. Фестиваль «Свет миру» проходил онлайн. Все желающие и сейчас могут посмотреть в интернете лучшие детские фильмы и телепрограммы из разных стран мира. Побывать на экскурсии в Ярославле и послушать мастер-классы членов жюри режиссеров из Москвы. Кстати, они особенно отметили идею проекта. А придумали ее наши юные коллеги, ученики медиа-центра «Куча мала». В год столетия образования чувашской автономной области на страже порядка агенты 1.0.0. До встречи в вашем городе, в деревне, в селе. Это были новости среды. До свидания.